Продолжение следует... Вся техническая служба, которая занималась обработкой полученных материалов, отмечают очень высокую организованность и ответственность, которую вы проявили, участвуя в этом проекте. Спасибо вам большое. Я думаю, что вот и уже на завершающем этапе мы проявим такую же организованность и выполним все свои обязательства. В прошлый раз мы с вами на вебинаре обсуждали результаты, полученные по предметам. Это была математика, это был русский язык и читательская грамотность. Сегодня мы вторую часть будем с вами обсуждать. Это часть, связанная с личностными результатами, с результатами регулятивными и коммуникативными, которые мы вот по особым методикам, по специальным методикам очень профессионально выясняли, полученные результаты анализировали. И сегодня мы вам их представим. А кроме этого, мы сегодня поговорим о интерпретации и использовании комплексной оценки, готовности пятиклассников к обучению в основной школе. Такой общий интегрированный итог, об этом при завершении нашего вебинара будет говорить руководитель проекта Галина Сергеевна Ковалева. О результатах личностных с вами будет общаться уважаемая Ольга Васильевна Даниленко, которая вам объясняла на старте, что мы будем исследовать, зачем мы будем это исследовать. И вот сегодня она вам представит результаты. Ольга Васильевна работает в Московском городском педагогическом институте. Это наш давний партнер, человек очень профессиональный, мудрая, опытная. И поэтому она сегодня расскажет нам то, чего мы вообще с вами никогда не анализировали, комплексно не смотрели. Мы не умеем этого делать. Я надеюсь, что участие в этом проекте поможет нам анализировать и эти очень важные аспекты, очень важные условия успешности детей в обучении в основной школе. Мы вот смотрим, сколько человек участвует в нашем вебинаре. В прошлый раз мы, честно говоря, несколько были огорчены тем, что меньше половины. А вот сейчас мы видим, что уже 50 наших абонентов или партнеров, или как назвать, уже в сети. И еще 50, уже 51, и еще 52 зарегистрировавшихся наших коллег, ну, наверное, в течение вебинара подключатся. Но мы обязательно, так же, как и в прошлые разы, запись вебинара обязательно пришлем в управление, а управление разошлет во все школы, и вы сможете еще раз просмотреть, еще раз внимательно послушать наших уважаемых экспертов. Ну что же, я начинаю наш вебинар, предоставляю слово встрече. Продолжение следует... Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на общий такой, я подготовила специально такой план анализа профиля, который вы получили по каждому ребенку. Я вам рекомендую прежде всего начинать с того, что посмотреть на значение интегральной готовности. Помните, мы в прошлый раз с вами говорили о таком очень важном показателе, который мы вычисляем по всем данным каждого конкретного ребенка. И если вы сейчас вспомните, то первый профиль первого самого высокого уровня интегральной готовности – это ребенок, у которого вообще нет никаких минусовых характеристик. Ни по учебной деятельности, ни по личностным результатам. То есть у него все в общем более-менее хорошо. И в таком случае мы говорим с вами о высоком уровне, устойчивой, высокой... Значит, высокой... Сейчас я вот найду даже просто вам для мера, чтобы показать профиль. Вот каждый из вас может посмотреть среди своих учащихся, да, того, кто у нас имеет вот такой высокий уровень интегральной готовности. Видите, вот в этом цветном красивом столбике точка находится на синим секторе. И здесь сразу мы с вами получаем два очень важных вида информации. Во-первых, вот когда мы смотрим на этот красивый цветной столбик, мы сразу видим в нашем классе, как распределяются уровни интегральной готовности между нашими детьми. То есть вот в этом классе, который сейчас у меня на экране, мы видим с вами, что достаточно, значит, большой объем, это занимает нижняя красная полоса. Желтая полоса, она как бы более самая такая, самая большая. И, значит, небольшая зеленая и синий. Вот мы сейчас с вами говорим о синий. И мы видим, что, значит, в этом классе, вот примерно, да, вот такой пятый, я бы сказала, пятая часть детей класса имеет высокий уровень интегральной готовности. В принципе, это очень хороший результат. Это дети, которые, как бы, вообще имеют очень хороший уровень подготовки как по предметам, так и сформированные регуляторные, регулятивные все вот эти вот наши метапредметные функции. И они готовы осваивать дальше материал. Они положительно относятся к школе, они адаптированы в кругу сверстников. Семья их поддерживает, у них хороший уровень здоровья. И, собственно говоря, это те, на кого мы можем опираться. Следующий уровень, вот мы посмотрим с вами, да, здесь у нас точка на зеленом. Вот это дети, у которых тоже вообще очень даже хороший уровень, но просто по отдельным, вот в данном случае у нас получается, что ребенок одно задание он просто не выполнил. Вот я вижу, что у него просто нет выполнения по читательской грамотности. На самом деле это тоже хороший высокий результат, и мы видим только в одном месте небольшое снижение. Видите? Значит, на самом деле это высокая интегральная готовность к обучению тоже. А вот если мы с вами посмотрим следующий, значит, да, то в желтой зоне, и мы видим, что таких ребят большинство. Это ребята с неустойчивой, понимаете, с неустойчивой интегральной готовностью. Вы видите, вот этот ребенок, он очень на высоком уровне у нас провел, вообще ответил и решил все задания, связанные с учебной готовностью. И мы видим у него некоторые показатели на профиле очень на высоком уровне. Но тем не менее мы видим с вами, что личностная готовность имеет какие-то свои такие точки уязвимости, которые, в общем-то, уже не позволяют нам говорить о его высокой интегральной готовности. Потому что, вы понимаете, такой ребенок, у него есть свои выраженные зоны уязвимости, которые мешают ему сейчас полноценно проявлять даже свой очень высокий образовательный потенциал. И может получиться так, что именно вот эти проблемы, которые есть в личностном, в личностной части профиля, они помешают ему адаптироваться, они помешают ему полноценно войти, например, в ученический коллектив. И это может не дать ему реализовать те хорошие данные, которые у него есть. Я хочу вернуться вот на предшествующий профиль и обратить ваше внимание, что вот даже когда у нас имеется совсем небольшая такая точка снижения, она все равно делает ребенка, скажем так, его адаптацию неустойчивой. То есть, в принципе, это скрытая такая точка риска, потому что в некоторых случаях обстоятельства жизненные, например, особенности взаимодействия с каким-то учителем или, например, с кем-то из учащихся класса, они могут как ключ к замку подойти к слабому адаптационному месту ученика. И тогда мы получаем серьезные проблемы. Поэтому нам нужно всегда обращать внимание на эти скрытые точки уязвимости и стараться поддержать именно в этой зоне этого ученика. Вот в данном случае мы с вами видим, что условия для обучения дома у данного ученика снижены. И в таком случае, значит, когда у нас пойдет больше нагрузка учебная в старших классах, вот в среднем звене, у него может не хватить этих внутренних ресурсов. Соответственно, нам необходимо обратить внимание на то, как его можно поддержать в этом и, может быть, научить пользоваться больше внешними ресурсами, показать, как это можно использовать, компенсируя те проблемы, которые у него есть в семейном пространстве. И вот в данном случае, и мы еще вернемся с вами к интерпретации вот именно конкретных индивидуальных всех профилей, но в данном случае я хочу обратить ваше внимание на такой профиль, у которого точка интегральной готовности находится в красном секторе. Видите, причем в этом классе, вот, мы, Петя, это ученик другого класса, и мы видим, что в этом классе распределение этих цветных полосочек совсем другое. Обратите внимание, что, значит, мы имеем практически одинаковое количество детей с неустойчивой интегральной готовностью и с низкой интегральной готовностью. И дети, у которых хорошо все с готовностью к продолжению обучения, вы посмотрите, занимают совсем небольшое пространство в верхней части этого столбика. То есть в данном случае мы видим с вами, что в классе имеются, да, серьезные проблемы, которые у очень большого количества детей, и даже те, кто сейчас, в общем-то, находясь вот в этом желтом секторе, они имеют, в общем-то, могут казаться более-менее адаптированными. Тем не менее, у них тоже свои точки риска есть, которые должны быть внимательно проанализированы, и должна быть разработана вообще специальная программа повышения уровня готовности к продолжению образования детей этого класса. И вот если мы обратим ваше внимание на этот профиль в целом, то мы можем с вами, я вам рекомендую посмотреть еще вот на ту, еще слева находящуюся вертикальную полоску, которая у нас такая черно-белая, монохромная. И обратите внимание, что какое большое пространство занимает нижняя часть этого столбика. Это дети с низкой самооценкой. И мы видим, что этот ребенок имеет точку именно в этом секторе. И я обращаю ваше внимание на парадоксальность этого, потому что вы посмотрите, вот с левой стороны от самооценки мы с вами видим уровень интеллектуальный, уровень освоения учебной программы, выполнения, значит, образовательных тестов, и вы видите, что там, на самом деле, все совсем неплохо. Даже вот первая вот эта точка по математике, она совсем немножко ниже среднего по классу, и все остальные, они, вообще-то говоря, в достаточно высоком уровне. Однако, значит, самооценка этого ученика резко снижена. Это повод тоже задуматься о том, как строить работу с этим классом, с этим учеником в частности. И немного подробнее я сейчас поговорю с вами об этом. И мы сейчас с вами опять возвращаемся в начало презентации для того, чтобы более, значит, для того, чтобы рассмотреть, да, вот все поэтапно. Значит, вот я начинаю с того, что я рекомендую вам начинать анализ профиля с того, чтобы на нем сразу посмотреть на вот эту, значит, интегральную готовность. Когда мы видим интегральную готовность, значит, сниженную, то мы понимаем, вот это учащийся, который требует незаметительной комплексной работы. И я рекомендую эти профили сразу вынести в отдельные, значит, отложить, их анализировать гораздо более внимательно. И, в общем-то, уже быть готовыми к тому, что здесь нам нужно разбираться в причинно-следственных связях, и с ними нужно будет работать отдельно. Но я рекомендую точно так же очень большое внимание уделить ребятам с неустойчивой интегральной готовностью для того, чтобы понять, какие там скрытые вот эти риски у нас есть. Следующий шаг. Необходимо проанализировать данные ученика по отдельным сферам. Значит, если мы с вами возвращаемся к нашему профилю, да, мы можем с вами увидеть там, вот я вам сейчас не поленюсь еще раз пролистать и показать этот профиль еще раз. Значит, вот мы с вами берем любой профиль. Обратите внимание, что у нас специальным образом, с помощью современных математических методов, все данные класса, они сведены в среднюю линию. Значит, и дальше у нас от среднего, да, мы с вами видим отклонение, значит, класса, отклонение ученика и так далее. И вот мы с вами видим вот этот как бы наш экватор, нашу вот эту центральную линию, от которой мы отсчитываем в одну сторону и в другую вот эти наши дополнительные интервалы. То есть что это такое за тоненькие пунктируемые точки, которые здесь расположены? Это на самом деле линии, которые показывают нам степень отклонения от среднего того или иного показателя. И один, вот самая мелкая пунктирная точка, она нам показывает одно сигмальное отклонение, более выраженный пунктир, два сигнальных отклонения. То есть вы должны очень хорошо понимать, что вот этот интервал, две сигмы вверх и две сигмы вниз, это так называемый нормативный интервал. То есть если ребенок у нас находится внутри этого нормативного интервала, на самом деле он, конечно, может быть на краю его где-то внизу или вот вверх, например, подниматься, да, какие-то показатели могут. Но при этом он все равно у нас остается в нормативном, понимаете, коридоре. Это не является каким-то выраженным отклонением от нормы. Но здесь есть такой очень важный момент, то, чем ближе ребенок у нас находится к какой-либо из этих интервальных линий, вот крайних. Вот, например, вот взял вот этот показатель. Видите, он практически на границе этого интервала. Значит, мы можем с вами делать вывод, что вот по данному параметру, да, значит, взаимоотношения со взрослыми, да, вот у этого ребенка, этот параметр, он как бы находится на границе нормативного интервала, то есть он пограничный. Если у нас ситуация будет ухудшаться, например, какие-то будут такие вызовы, ну, например, взрослые будут реагировать, продолжать реагировать только, значит, карательно-репрессивно, да, на какое-то, например, сложное поведение этого подростка. То в результате у нас может произойти очень серьезный дезадаптационный срыв в его поведении и, может быть, выход за этот нормативный, понимаете, интервал. Значит, я обращаю ваше внимание, что чем ближе к какой-то краевой линии, из этих линий показатель, тем больше этот ребенок отличается от остальных в классе. Это может быть и в лучшую сторону, например, это может быть очень высокий, это замечательный показатель. Это может быть сниженный показатель, но факт то, что этот ребенок очень сильно отличается. А это значит, что стандартный подход, он может быть не подходящим для него. То есть нам приходится делать какое-то дополнительное усилие. Нам нужно думать о том, как работать с ним, потому что общий подход для него не оптимален. У него есть какие-то такие особенности, которые требуют дополнительной поддержки, дополнительной помощи для того, чтобы включать его в общий образовательный процесс. Ну, это нам очень понятно, например, в области учебных данных. То есть если, например, ребенок у нас показывает результаты выше всей группы, и таких детей немного, то учителю, конечно, достаточно сложно, ориентируясь на средний уровень класса, одновременно учитывать потребности детей с более высокой подготовкой, способностями, потому что необходимо не дать им потеряться на этом, потерять свою мотивацию, не потерять свой уровень. Да, для этого приходится разрабатывать систему дополнительной поддержки таких учеников с дополнительным набором заданий, например, думать, как его привлечь к работе в классе в тот момент, когда вы будете работать с более слабыми учениками. И вот с личностными параметрами происходит примерно то же самое. Если мы видим ученика, у которого вот в данном случае мы с вами видим вот этот профиль, значит, мы видим с вами, что здесь у нас много параметров в нижней части, значит, и мы видим с вами, что данный ребенок у нас имеет, прежде всего, обращайте на себя внимание, что у него проблемы в сфере коммуникации. У него и с верстниками есть некоторые проблемы, у него есть проблемы с учителями. Это, в общем-то, достаточно с вами, если мы посмотрим с вами, вот у нас со сверстниками одиннадцатый параметр, а двенадцатый у него уже более хорошо. Значит, мы с вами видим, что в данном случае, да, вот он, например, со взрослыми, он умеет держать правильную дистанцию, умеет взаимодействовать, но у него проблемы в взаимоотношениях со сверстниками. Значит, может быть, он в силу своих индивидуальных особенностей не может вписаться в коллектив. Или, например, иногда, вы понимаете, я хочу обратить ваше внимание на очень такой важный, особенно в этом возрастном диапазоне, фактор. Значит, не нужно рассматривать отвержение, например, какого-то ученика или, например, его, такой, некоторые, да, элементы некорректного по отношению к нему поведения, буллинга, как к проблеме именно этого ученика. Понимаете? На самом деле это неверно. Это нас сразу уводит от решения проблемы. Значит, все проявления такие, связанные с травмой, с буллингом, это прежде всего характеристика группы, в которой сложилась так вот эта вот система отношений, и атмосфера в этом классе такова, что на этом фоне становится возможно проявлять свое неприятие к кому-то в очень грубой форме. А, значит, индивидуальные особенности ребенка, да, они могут быть таковы, что ему трудно сближаться со сверстниками, например, он трудно коммуницирует. И это не значит, что мы должны срочно сделать так, чтобы он стал вот сверхобщительным. Но чувствовать себя защищенно и комфортно в ученическом коллективе он должен, и мы обязаны ему это обеспечить. Поэтому мы должны с вами анализировать вот эти все вещи, значит, как бы рассматривать в комплексе все профили класса, для того, чтобы выявить вот эту ведущую проблему, которая у нас в целом характерна для данного класса и для данного ученика. Значит, опять возвращаясь к общей системе, да, работая с профилями. Давайте мы с вами вернемся и поэтапно начнем двигаться вперед. И, значит, после того, как мы с вами нашли точки индивидуальной, значит, уязвимости какого-то конкретного ученика, да, мы с вами их увидели, просмотрев его профиль, мы увидели, где, в каких показателях он у нас выходит за рамки, значит, за рамки вот этого коридора, значит, одного сигмального, двух сигмальных, да, то следующий шаг мы делаем, мы должны определить коэффициент надежности наших данных. То есть не все дети выполнили все задания. И у нас обязательно, вы увидите на профиле, есть проценты выполненных заданий, на основе которых сделаны те или иные выводы. И если вы видите, что процент выполнения низкий у данного конкретного ребенка, вы должны понимать, что, значит, надежность данных не очень высокая, и она служит именно только ориентиром для анализа, но никак не является той, на которую нужно совсем, нужно так опираться. При анализе результатов в познавательной сфере нужно обхватить внимание на достижение или недостижение учащимися базового уровня по результатам итоговых работ. Значит, это тоже очень хорошо видно на профиле и сразу помогает вам увидеть уровень класса и каждого ученика. Следующий шаг у нас будет, мы с вами смотрим на сферу самооценки. Обращаю ваше внимание вот на какой фактор, что вот в ситуации перехода в среднее звено, в ситуации новизны, основным таким фундаментом, на который ребенок опирается и который помогает ему адаптироваться, является его самооценка, его представление о себе. Если он себя воспринимает, как способного приспособиться, как способного решать учебные задачи, способного общаться хорошо, то он будет проявлять соответствующую активность и даже те трудности некоторые, которые могут возникать, они будут преодолеваться. Если у ребенка сниженная самооценка, он у нас совершенно будет вести себя по-другому, у него стратегия поведения направлена скорее на защиту своего «я», уход от каких-то факторов, которые могут стать еще больше угрозой его самооценки. Соответственно, он будет стараться не участвовать в каких-то вещах, не проявлять себя активно. Ну и, значит, с этим связаны эмоциональные проблемы и цена адаптации ребенка. Вот этот блок очень важно посмотреть, потому что мы с вами видим, насколько затратным является приспособление для ребенка к данному новому условию его функционирования. Если у нас цена адаптации очень высокая, то это говорит о том, что ребенок вот даже сейчас, может быть, демонстрирует какие-то достижения, но на самом деле ресурсов у него немного, и его нужно дать дополнительную поддержку и дополнительную нагрузку в данный момент. Не нужно давать ему. Дать ему нужно возможность, в общем-то, достичь адаптационного такого устойчивого состояния. Дальше вы, значит, обратите внимание, да, нужно пронаризировать, когда мы смотрим профили своих классов, профили детей своего класса, мы можем с вами увидеть, в какой зоне у нас накапливается у них больше всего проблем. То есть в одном классе это будет больше, например, в учебной деятельности, в другом классе это будет в коммуникативной сфере, в третьем классе мы можем с вами видеть, что это цена адаптации и снижение, есть очень у многих детей, факторов здоровья. Соответственно, это тоже для нас с вами повод рассмотреть, как мы будем строить стратегию работы с этим классом. Вот, ну и, собственно говоря, обратите внимание, да, по интерпретации, мы эти все результаты вам не только выясним эту презентацию, я так понимаю, что, может быть, вам уже даже переслали рекомендации по такому анализу более углубленную. И если будут какие-то сложности, вы можете к нам обращаться за дополнительной информацией. Для того, чтобы проанализировать каждый показатель, в наших рекомендациях подробно описано, значит, как его можно интерпретировать, как он проявляется в поведении, и как мы можем поддерживать ребенка, у которого есть проблемы по данному показателю. Следующее, значит, хочу обратить ваше внимание, да, ну, по шкалу интегральной готовности, относитесь к ней как именно индикатору уровня адаптационных ресурсов. То есть если у ребенка снижена интегральная готовность, прежде всего о чем это говорит? О том, что у него снижены адаптационные ресурсы. И мы должны больше оказать поддержки для того, чтобы они могли нормально функционировать и дальше развиваться. Следующий важный шаг, который нам нужно сделать, мы должны, ну, вот здесь я подробно вам выписала, да, что это дети с высоким уровнем интегральной готовности. Это наши звезды. Вот это дети с самым высоким уровнем, не просто знаний, но у них еще одаренность адаптационная, даже вот ресурсы выше среднего. То есть они способны брать многие новые задачи и адаптироваться к ним. Дети, у которых, значит, устойчивый интегральный уровень готовности, они тоже, это тоже дети, которые имеют очень хороший потенциал, да, и они также могут иметь очень хорошую перспективу дальнейшего такого высокого роста учебной деятельности. Ну, вот я еще раз обращаю ваше внимание на неустойчивый уровень интегральной готовности, да. То есть это дети, у которых есть определенная какая-то точка уязвимости, которую мы должны с вами увидеть. Потому что в чем проблема именно этих детей? В том, что внешне они могут производить вполне успешное впечатление. И до поры до времени, вот этого срыва, до момента срыва адаптационных каких-то, понимаете, вот этих механизмов взрослые, и не замечают, что у него есть эти скрытые проблемы. Это не замечают и родители также. Поэтому при обсуждении результатов мониторинга с родителями, я рекомендую сделать на этом акцент, показать, что ему нужна, да, какая-то дополнительная поддержка. Ну вот, например, смотрите, у нас получается, я здесь специально вот описала такую ситуацию, что, например, регулятивная готовность у ребенка может быть снижена, но ее можно долго не увидеть, потому что ему активно помогает это компенсировать, например, семья. С ним делают вместе уроки, ему помогают собрать портфель, ему помогают находить информацию, даже часто приносят эту информацию родителям, родители, чтобы он мог, в общем-то, ее красиво показать в школе. А потом происходит что-то такое, да, по какой-то причине эта ситуация, вот эта вся схема разрушается. Это может быть ситуация, связанная с тем, что мама теперь вышла на работу, например, родители развелись, и папа не может каждый день ему приносить эту информацию. Или, например, может получиться так, что у него начался подростковый такой бурный пубертат, когда он пытается, да, значит, самостоятельность свою отстоять, и вот такие усилия семьи воспринимают как давление. А собственные ресурсы полностью не сформированы. И как только вот эта поддержка для него уменьшается, или он сам от него пытается оторваться, мы имеем прям жесткий провал сразу в эффективности учебной деятельности, падение самооценки и так далее. Соответственно, в общем-то, если мы видим, что регулятивные вот эти вот показатели, например, снижены, при всем при том, что уровень сейчас эффективности учебной деятельности, адаптации кажется высоким. Это видно на профиле. То и таких ребят много. То, значит, наша задача проработать с родителями вопрос вот формирования самостоятельности у ребенка, показать, как можно, в общем-то, передавать эту ответственность постепенно, не то что резко, но помочь ему развить те недостающие способности, которые вот у него мы видим. Значит, также я хочу обратить ваше внимание, ну вот про низкий уровень интегральной готовности мы с вами уже поговорили, да, и мы с вами понимаем, что чаще всего, значит, у нас вот низкий уровень интегральной готовности получается либо за счет снижения по учебной деятельности, либо это у нас проблемы самооценки. И надо сказать, что тот уровень снижения показателей, которые у нас есть по фактору самооценка, он вообще впечатляет и очень сильно огорчает. Потому что самооценка – это тот двигатель развития не только ребенка, но и человека, на который мы дальше вообще опираемся в своей жизни. И самое печальное, уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание на последовательное снижение самооценки именно по тем показателям, которые являются постоянной мишенью для оценивания учебной деятельности ребенка для взрослых. То есть это фактор умный, аккуратный, хороший ученик. Значит, получается, да, что мы видим с вами, что наши дети, 30% наших детей, они, приходя в пятый класс, уже считают себя недостаточно умными. Они сразу себя оценивают как не очень хорошего ученика, не очень активного, не очень аккуратного. И, соответственно, они не ждут от себя успехов в этой области. А это очень важная, это очень важная, да, такая проблема. Это получается фактически замкнутый круг. Сниженная успешность учебной деятельности и недостаточно сформированные метапредметные навыки приводят к снижению самооценки. А это, в свою очередь, является фактором снижения учебной мотивации и активности, что является риском закрепления и усиления учебных проблем. Ну, я хочу обратить ваше внимание, да, на то, что проблемные зоны, так как я вам сказала, что в основном проблемные зоны у нас связаны либо с учебной деятельностью, либо с мотивацией и самооценкой. Вот мы с вами видим. Причем, обращаю ваше внимание, что мотивация и самооценка, это как раз ключи к повышению эффективности обучения. И должны быть мишенью нашей дальнейшей работы. Значит, ну вот мы с вами видим распределение, но вот это общее, но по каждому классу вы увидите на этой цветной полоске, о которой мы с вами уже сегодня говорили. Ну и я хотела бы обратить ваше внимание, вот в те моменты, которые у нас с вами еще остались, да, для сопоставления. Я хочу обратить ваше внимание, что мнение родителей и учителей показывает, что учителя более критично оценивают готовность детей к обучению в основной школе. В 4 раза чаще, против, да, вот у нас 4 чаще, чем учителя. Учителя относят ребенка к группе с низким уровнем готовности. И, в общем-то, интегральная шкала готовности в сопоставлении с экспертной оценкой учителя показывает, что учитель достаточно критично относится к своим ученикам. Вот, ну, надо учитывать, что на самом деле, значит, это старт, это переход из одной системы в другую. И в данный момент, значит, мы можем с вами, ну, вот эта наша критичность, она может привести к тому, что ребенок вообще откажется от активного проявления себя в учебном процессе. Ну, еще немножко я обращу ваше внимание на такие вот важные параметры. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что у нас есть, мы можем разделить как бы причины трудностей, как внутренние или внешние. Ну, это достаточно условное распределение, но тем не менее, я хочу обозначить, что есть учащиеся, у которых основные причины проблем могут быть обозначены как внутренние. Это, прежде всего, дети, у которых есть какие-либо проблемы со здоровьем. Например, сниженное соматическое здоровье, оно тоже мешает ребенку активно осваивать учебный процесс. Потому что сниженная работоспособность и пропуски школьной программы. Ну, также у нас есть небольшие минимальные нарушения, например, в виде минимальной мозговой дисфункции, связанные с легкими поражениями мозга в самом начале развития ребенка. И с точки зрения врача-невролога, это все может быть в рамках нормы. Однако вот эти небольшие имеющиеся проблемы, они требуют ресурсов для их компенсации. И эта компенсация происходит во времени, растянута во времени, на протяжении всего времени начальной школы, она происходит наиболее интенсивно, скажем так. И в пятом классе это период, когда очень интенсивно, бурно начинает развиваться мозг. И в этот момент тоже у нас может требовать очень большого ресурса, компенсации тех маленьких всяких вот этих вот нюансов, которые, в общем-то, составляют некоторые проблемы для освоения учебной деятельности. Вот эти проявления дисфункции, они могут быть в виде особых школьных трудностей, например. Это могут быть какие-то специфические ошибки, мешающие ученику выполнять задания. Ну вот сейчас больше всего мы знаем с вами, это очень отрадно то, что сейчас об этом много пишется, говорится, и учителя хорошо осведомлены, что есть проблемы, например, фономатического слуха в виде дислексии, дисграфии. Но есть и другие формы, которые могут затруднять ориентацию, например, на листе. И тогда у нас мы видим с вами даже, что неправильное отступление полей, например, или последовательный сдвиг. Вот, например, ребенок начинает выполнять математическое задание или писать в тетради по русскому языку. Сначала он начинает, учитель говорит, отступите, там, например, четыре клеточки, чтобы начать писать. Он сначала отступает, а потом еще больше отступает, подступает, и постепенно у нас происходят такие некоторые сдвиги, непонятные учителю. Кажется, что это просто какая-то небрежность. Но на самом деле у ребенка могут быть некоторые затруднения в ориентации на листе. Может быть, например, некоторые проблемы, которые мешают, например, легко освоить переход через десяток. Это могут быть сложности в прочтении текста, потому что сложности в плавном движении глаз при чтении. И, например, в процессе этого движения, например, в определенный момент происходит такой нестагмальный толчок глаз, и ребенок прочитал часть этой строки с лево на право, а потом раз и прочитал в другую сторону, некоторые буквы. И это связано не с его небрежностью, а с теми остаточными проблемами, которые у него есть. Также может быть еще один очень важный фактор. Это вот те проблемы внутренние, о которых я говорю, они могут проявляться в выраженной стоящемости внимания и неустойчивой работоспособности. Значит, что это такое? Вот в определенный момент ребенок может показывать очень высокий результат. Он может блестяще решить какую-то задачу, ответить на вопрос. А потом именно этот же ребенок, он как будто ничего не может. Вот он у вас здесь прямо на глазах растекается по парте. Потом он опять, вроде как, опять у нас может быть на уровне. И вот это колебание, оно раздражать может как учителя, родителя, так и самого ребенка. Причем подростки часто, когда они планируют какую-то деятельность, они исходят из своего вот этого высокого уровня, именно с того момента, когда у них все очень хорошо получалось. И бывают ужасно разочарованы сами, что у них вот сейчас ничего не получается. Значит, это может быть связано не с ленью, как мы часто думаем, а именно с этой неустойчивостью, значит, именно с проблемами активации мозга. И вообще-то говоря, требуют очень хорошей консультации врача, например, невропатолога, который поможет подобрать такую программу поддержки ребенка, которая позволит выровнять этот тонус и перерасти имеющиеся проблемы. Точно так же именно вот в этом возрасте очень, значит, часто у многих людей проявляется такое очень сильное торможение при монотонной деятельности. И ребенок, который активно проявлял себя на уроке, вот где было что-то интересное, где ему нужно было быстро отвечать, еще что-то, когда нужно выполнять монотонное задание, он просто тормозится и фактически засыпает, может лежать прям буквально на парте. Вы можете увидеть, как он начинает зевать. Это связано тоже не с ленью или не с каким-то его негативизмом по отношению к учителю, а может быть связано просто с этой внутренней причиной, особенностями его состояния и требует определенного подхода. То есть можно использовать даже специальные такие вставки, задания, которые, да, вот психологи называют «бодрячки», такие, которые помогают просто поддерживать тонус детей на достаточном уровне. Ну и понятно, что такие особенности, они очень затрудняют выработку регулятивных функций, самоконтроля и могут создавать особые коммуникативные проблемы, потому что, в общем-то, трудно соблюдать правила, трудно соблюдать границы других детей. И вот за счет этого могут быть неприятности в общении. Значит, ну, я обращаю ваше внимание, даже что нужно помнить, что часть детей дозревает как раз вот именно к переходу в среднюю школу. А у некоторых именно в этот момент происходит очень активное дозревание. И если мы понимаем, вот как эти вещи происходят, то тогда мы можем с вами выстроить программу комплексной помощи, мы можем установить хороший контакт с семьей, ребенка, когда они поймут, что вы не смотрите на его ребенка только критично и не предлагаете чисто репрессивные какие-то воздействия, а когда вы ищете ресурсы, даже видите те ресурсы, которые есть, и, в общем-то, хотите помочь ему их проявить более активно в учебной деятельности, то семья обычно начинает гораздо лучше сотрудничать, обратите на это внимание. Ну и, в общем-то, я хочу обратить ваше внимание, что именно в подростковом возрасте появляются дополнительные возможности для коррекции этих всех проблем. Во-первых, происходит дозревание на психофизиологическом уровне и на психологическом уровне, потому что повзрослевший ребенок, он может стать более осознанным участником в коррекционной любой развивающей работе, потому что он уже понимает, что он хочет научиться тому, как быть более эффективным. И если нам удается с ним установить контакт, то у нас может получиться замечательный результат. Ну и обращаю ваше внимание, что внешние причины – это, конечно, всегда, прежде всего, так называемые ситуации развития. Это особенности воспитания, это установки семьи по отношению к жизни ребенка, к его учебной деятельности, это специфика образовательной среды, в которой развивается ребенок, и самая значимая ее часть – взаимоотношения в системе учитель-ученик. Если ученик у нас получает поддержку у учителя, то у него даже в сложных ситуациях есть гораздо больше ресурсов для их преодоления. Ну и я хочу обратить ваше внимание, что это, в общем-то, условное отделение, что во всех случаях взаимодействие и с родителями, и с учителями, и индивидуальные особенности ребенка, они как бы взаимодействуют между собой. И если взрослый ведет себя сам адаптивно, помогает ребенку увидеть ресурсы, помочь их использовать эффективно для адаптации, то у нас, в общем-то, получается все эффективнее и коррекции внутренних, в общем-то, проблем и внешних. И в случае специфических трудностей, если ребенок долго не справляется с ними, и взрослые не понимают, с чем это связано, то это может обрастать как бы дополнительными адаптационными трудностями. Понимаете? То есть он уже чувствует, во-первых, себя не таким, как нужно, он чувствует себя виноватым, у него может возникать протест, и это очень сильно усугубляет его дезадаптацию. А если взрослые считают, что трудности – проблема ребенка, да, да, а не, в общем-то, это его как бы выбор, как будто он выбирает эти трудности, то это не способствует ему преодолению этого. И я вот специально вам здесь вот написала такую замечательную формулу, которую я сейчас очень активно использую в работе и с семьей, и со школой. И вот неадаптивность плюс неадаптивность – это взрыв. То есть неадаптивность ребенка, в которой прибавляется неадаптивность взрослых, которые с ним взаимодействуют, она приводит к взрыву, она приводит к срыву адаптации. И только адаптивность взрослых помогает преодолеть проблемы ребенка. Значит, надеюсь, что вы обратите на это внимание. Я хочу обратить еще раз, вот здесь вы еще прочитаете про самооценку, да, как регулятор адаптации, процесса адаптации. Ну и я хочу обратить внимание, что в условиях всегда вот новизны какой-то, да, у нас и самооценка, она является и уязвимостью, и двигателем, который идет. Вот посмотрите на эту дробь. Если мы стремимся максимально высоко иметь самооценку, как мы можем повысить величину этой дроби? Обратите внимание. Да, мы можем увеличивать значение успеха, но самому сделать это очень сложно ребенку. Ему нужны внешние поддержки и ресурсы. Значит, что у нас есть самое простое? Это убрать притязание. И тогда уже как бы это не так сильно меня ранит. Если, например, у меня не получилось что-то, там, например, не сложилось с математикой, я могу сказать себе, что я вообще гуманитарий. И меня не колышет то, что у меня по математике ничего не получается. И в таком случае самооценку я свою поддержу, но от активности на уроке математики я уйду. Понимаете? И очень много у нас таких есть, вот псевдогуманитариев вообще по жизни, которые, например, для себя точные науки открывают только во взрослом виде. И они во взрослом возрасте. И бывают очень удивленные. Они говорят, надо же, как это интересно, почему я раньше не занимался этим. Вот. А почему раньше не занимался? Потому что вот когда-то ушел в такую защиту. Точно так же, если у нас нет успеха в классе, во взаимоотношениях с учителем, с учениками другими, то ребенок может уйти от попыток устанавливать эти контакты. И искать себе вот эту аудиторию, в которой он будет принят, где-то вне школы. Даже не во дворе сейчас, а очень часто в интернете. Поэтому обратите внимание на эту формулу. Она практически показывает нам, как работать. Если мы хотим, чтобы ребенок проявлял активность, давайте мы поможем ему получить успех. Вот. Ну и я хочу еще обратить ваше внимание, что, значит, чтобы что-то получить, что-то никогда не имел, нужно сделать что-то по-новому. И ребенка нужно учить смелости, принимать на себя именно активность в этой учебной деятельности, принимать активную роль. И, собственно говоря, тогда он будет что-то делать, он не будет бояться этого. И вот я пропустила эти слайды, вы потом их прочитаете. Я хочу немножко еще обратить ваше внимание на тот фактор, о котором вы, возможно, многое уже читали где-то. Значит, выученная беспомощность. Это очень плохой результат обучения в школе. И школа очень часто, кстати, к этому приводит. Потому что ребенок не понимает, когда возникает выученная беспомощность. Тогда, когда человек получает опыт такой, что от его усилий ничего не зависит. Он перестает надеяться на улучшение ситуации и перестает проявлять активность в той деятельности, в которой он находится. Его все ресурсы направлены просто на выживание в этой ситуации. Значит, вот многие дети, если вы посмотрите результаты наши, то вы увидите, что многие дети, они оказываются именно в такой ситуации. Они утвердительно отвечают на вопрос, что они вообще-то надеялись на более высокую оценку. И часто получают не ту оценку, на которую они рассчитывали. Они говорят нам о том, что им трудно получать те результаты, те оценки, которые ждут от них родители. Они не верят, что они умные. Они не чувствуют себя хорошими учениками. И, соответственно, вот в этой ситуации они чувствуют себя беспомощными. Они не чувствуют, что они могут повлиять на эту ситуацию. И тогда мы с вами видим, что ребенок начинает действительно переходить в позицию неудачника. Вот если он не понимает, как решать какую-то задачу, он просто, вот у него не сформированный вот этот вот набор тех способов, с помощью которых можно решать проблемную ситуацию, когда он что-то не понимает. И ему говорят, подумай хорошенько. А он не знает, как это подумать хорошенько. Он сидит часами, может быть, за этими уроками. Но у него ничего не получается. Значит, он может совершенно не понимать, почему он получил низкий балл и будет считать, что это просто учитель к нему придирается. И вообще все учителя такие плохие, только и думают, как сделать что-то плохое для этих вот несчастных школьников. В таком случае мы не сможем ему помочь преодолеть те проблемы, которые у него есть. Соответственно, для того, чтобы уйти от этого, понимаете, нужно работать с мотивацией и нужно работать именно с самооценкой учеников. Вам покажите им, что ошибка – это часть учебного процесса, что отречать на уроки – это интересно. Это не то, что страшно, и сейчас меня все засмеют. Это интересно. Обратите внимание на стратегию педагогическую. Очень часто мы бываем с вами источником того же буллинга в школе. Именно учителя. Потому что мы, например, используем как методический прием критический разбор ответа на уроки. И тогда вот тот, кто отвечает, он становится, значит, мишенью для негативных высказываний не только учителя, но и всего класса. Тогда в следующий раз каждому, даже отличнику, страшно отвечать. Потому что вдруг он ошибется. Понимаете, все будут смеяться, прикалываться над ним. Соответственно, попробуйте перефокусировать внимание. Может быть, даже в таком случае нам нужно дать другое задание классу. Отметить, что правильно он сказал. Да, пусть они послушат именно с позитивной точки зрения его ответ. И таким образом мы перенесем внимание на позитивные ресурсы. Попробуйте поддержать активность, показать, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. А тот, кто ничего не делает, он вообще никуда не двигается. И пробовать это интересно. Понимаете? Поощряйте. Вот пусть даже это будет неправильный ответ, но пусть активность должна поощряться. Но не нужно слишком сильно передавливать. Потому что если мы очень сильно пытаемся мотивировать учеников, то у нас получается, значит, наоборот, повышение тревоги и так далее. Я хочу обратить ваше внимание на очень распространенную ошибку и родителей, и учеников, с которой я как консультант постоянно сталкиваюсь. Это когда мы пытаемся дополнительно мотивировать тех, кто и так мотивирован. Понимаете, взрослые исходят из того, что если у ребенка нет вот высокой активности, нет успехов, то значит, у него низкая мотивация. Понимаете? Это не так. Любой ребенок, вообще-то говоря, хочет быть успешным. Но если у него столько не получается это все, то тогда он ищет всевозможные защитные способы, которые позволят ему пережить эту проблему, ну и как бы уходят от излишней активности. Вот старый, уже давно выведенный закон Йорка Дотсона, он говорит о том, что если мы с вами повышаем уровень мотивации, то до определенной степени у нас рост эффективности наблюдается. Но если мы продолжаем и продолжаем это делать, то в определенный момент при избыточной мотивации у нас происходит резкое падение за счет того, что нарастает тревога, которая мешает нам сфокусироваться на деятельности. Причем, что интересно, этот закон наиболее эффективно себя проявляет именно по отношению к сложным видам деятельности. Понимаете? Ну, на простых, вот там, когда нужно, например, копать, или там что-то, например, куда-нибудь кидать, да, то там рост эффективности не так сильно приводит, значит, эффект повышения мотивации, он не так сильно снижает рост эффективности. А вот там, где нужно заниматься тонкой интеллектуальной деятельностью, или, например, это какой-то художественной деятельностью, это всем известно, вот, например, в области творческого обучения. То есть, если мы слишком перемотивируем спортсмена, или, например, пианиста перед выступлением, у него может результат оказаться хуже, чем тот, который мог бы показать спокойные обстановки. Поэтому работа с мотивацией – это тонкий и деликатный момент. Она должна быть оптимальной. Мы должны уметь воодушевлять своих учеников, чтобы они, да, вот так вот у нас, от того, что я не буду этого делать, поднялся к тому, что, да, как же это просто, как замечательно, что я могу это сделать. И вот, и я думаю, что вы обратите внимание, вот обязательно, обязательно проанализируйте по своему классу вот эту не просто интегральную оценку вот этого нашего теста, но каждую позицию в нем, потому что вы можете увидеть, именно в своем классе, какая из позиций, какая из сторон жизни ребенка в школе и в семье вызывает у него наибольшее напряжение. Отнеситесь к этому очень серьезно. Это настолько хороший барометр, вообще помогающий нам увидеть ребенка в его актуальном взаимодействии, функционировании. Несколько лет назад у меня был такой случай, можно сказать, трагический с этим связан. Потому что однажды в одной школе, где я проводила, ну, некоторую такую работу и дала рекомендации директору по поводу того, что, например, что-то происходит на уроке физкультуры. Я не знаю, что. Но все дети показывают очень много вот этих плачущих тучек на уроке физкультуры. Ну, учитель, директор как бы сказал, ну, да, он неопытный, вот он спортсмен, он не имеет еще достаточного опыта, образования, да, вот он такой, ну, мы посмотрим и все. И дальше, значит, прошло полгода, и она мне позвонила и пригласила провести специальный семинар в этой школе. По результатам вообще достаточно трагическим, потому что ребенок получил очень тяжелую травму именно на уроке физкультуры. Когда учитель его заставлял лезть там по канату, ученика выпускного класса, он его стимулировал очень негативно, подначивал и угрожал. И он полез, и у него закружилась голова, и он упал. И только после этого началась разборка вот особенностей стиля и особенностей поведения этого учителя. Обращаю ваше внимание, вот эмоциональное отношение детей не нужно сбрасывать со счетов. Обратите внимание, что здесь происходит. Если вы видите, что очень много, значит, не клачущих точек в ситуации, когда ребенок рассказывает о своих одноклассниках, когда он, значит, он не хочет рассказывать о чем-то там происходящем в школе своим родителям. Обратите внимание, здесь у нас может быть проявляться даже формирующиеся вот эти вот очень сложные взаимоотношения в классе, которые требуют дополнительного анализа и коррекции. Ну, я думаю, что, значит, многие вещи вы еще прочитаете в наших рекомендациях. Благодарю вас за внимание. Значит, если будут какие-то вопросы, я готова вам дополнительную, да, там, предоставлять информацию или какую-то отвечать на вопросы. И сейчас я предоставляю слово Галины Сергеевне, которая вам расскажет вообще целостно о нашем проекте, результатах его, именно его результатах, именно в вашем городе. Спасибо. Спасибо за внимание. Ольга Васильевна, большое спасибо. Мне кажется, уважаемые коллеги, добрый день. Мне кажется, что ваше выступление как раз очень важное и необходимое в плане того, как интерпретировать результаты, которые мы получили. И уже мое выступление несколько обобщит данные уже сегодня показанные или проинтерпретированные Ольгой Васильевной. Дорогие коллеги, вот мы с вами работаем в преддверии Нового года, да, и для нас очень важно понять, а что нас ожидает и какие перспективы вот в рамках тех работ, которые мы с вами проводим. И самое главное сейчас осознать те данные, результаты, которые мы получили, и конкретно наметить уже направление нашей совместной деятельности. Я хотела бы поблагодарить всех учителей, всех директоров школ, представителей органов управления образованием, потому что ту работу, которую вы провели, об этом говорила и Ирина Михайловна, и Ольга Васильевна, она очень значима, поскольку впервые в практике Владивостока вы организовали такой комплексный мониторинг не только в рамках предметных результатов, но вы постарались использовать инструментарий комплексный, который показывает ситуацию с детьми на очень сложном этапе системы образования, на очень сложном этапе обучения. И уже и Ольга Васильевна говорила, и я в предыдущих наших разговорах говорила о том, что наш комплексный подход, он основан на двух позициях. На позициях адаптационного подхода, мы анализируем, как дети адаптируются, и на том, насколько насколько вот это соотношение позитивных и негативных сторон готовности, да, влияет на дальнейшую систему обучения. Коллеги, еще раз для тех, кто сегодня только присоединился к нашему вебинару, да, я не хочу повторять цель проекта, она абсолютно понятна, получить вот такую комплексную информацию, но ведь самое главное, не только получение информации, а определение тех направлений, да, работы, нашей дальнейшей работы, по поддержке каждого ученика, по повышению качества образования, не в целом, не в общем, не на уровне разговоров и управленческих только решений, а на уровне действий, связанных с конкретным ребенком, с конкретной семьей, с конкретным учителем. А у вас, коллеги, более 5000 учащихся сейчас прошли вот эту комплексную оценку, 202 класса из 77 образовательных организаций. У вас есть возможность дойти до каждого ребенка, до каждого учителя, до каждой образовательной организации. Главное, что есть поддержка органов образования, есть поддержка и мотивация учителей, и большое спасибо, вы очень хорошо, на хорошем уровне провели это исследование, и главное, что у вас есть данные, есть данные, и есть поддержка, поддержка нашей команды, нашего института, и я повторю, для тех, кто не слышал это, нашему институту 95 лет, наш институт, самый старейший институт методической страны, который работал на всех этапах, самых важных этапах, и разработки стандартов, наша команда под моим руководством, занималась разработкой направлений, связанных с оценкой качества образования, мы заложили основы единого государственного экзамена, научно-методические основы, итоговые аттестации в 7 классе, оценка качества образования в начальной школе, и наша сейчас команда, выполняет очень важный проект, проект государственный, по вхождению в десятку, вы знаете, постановления и указания министра, и нам поручено разрабатывать новые направления по формированию функциональной грамотности, и мы начинаем с этого года, очень серьезную работу, с 5 класса. Поэтому вот именно в таком вступлении я и говорю, какие бы у нас проблемы сейчас не возникли, нам важно наметить конкретные шаги, конкретные решения, и всем вместе начать реализовывать вот эту самую поддержку, без которой наши школьники не могут достичь тех результатов, имея высочайший потенциал. Вы знаете, я вам, наверное, уже говорила, что наши, особенно, школьники начальной школы, лидируют по многим позициям, лучшие читатели в мире, в пятерке стран, которые показывают высокие результаты и по математике, и по естествознанию в качестве начальной школы. Ольга Васильевна говорила о комплексности. Еще раз остановлюсь, потому что нам важно понять, мы комплексные, я вам буду давать данные именно по интегральной оценке, но Ольга Васильевна и мы с вами на предыдущем вебинаре останавливались на учебной готовности, очень подробно разобрали все три направления результатов и позитивных результатов и некоторых проблем, которые мы с вами увидели в математике, в чтении и в обладении русскими, в освоении программой по русскому языку. Ольга Васильевна в большей степени остановилась на личностной регулятивной, на коммуникативной готовности, в том, как ее интерпретировать. И много мы сегодня говорили о цене адаптации, о поддержке семьи, о состоянии здоровья. Только всеми усилиями мы можем с вами эти направления планировать и реализовать. Для того, чтобы перейти к интегральной готовности, к данным по интегральной готовности, еще раз напомню, напомню все показатели, по которым считалась эта интегральная готовность. Это учебная готовность, мы о ней сказали. Личностная готовность, позитивное принятие изменений, произошедших при переходе в основную школу. Самооценка, осознанность в обучении, мотивация, эмоциональное отношение к школьной жизни. Ольга Васильевна на личностной готовности остановилась и показала те проблемы, которые возникают в случае, если данная область готовности не сформирована при переходе в пятый класс, и что делать в данном случае. Регулятивная готовность как организация, готовность к обучению, готовность к организации учебной деятельности связана с планированием организации работы, обучения, освоения школьного пространства и так далее. Коммуникативная готовность выделяется два направления. Это взаимодействие со сверстниками, взаимодействие со взрослыми, коллеги. Об этом сейчас мы по данным будем с вами уже более конкретно говорить. Ну и общая готовность, которую мы с вами, Ольга Васильевна об этом говорила, складывается из интегральной и в этом проявляется комплексность. Мы рассматриваем одного ученика с разных позиций. Мы измерили по стандартизированным, надежным измерительным инструментам разные показатели, о которых я вам сказала. Одновременно мы, то есть объективные данные мы получили, одновременно мы говорим с вами о субъективных данных, о данных, которые дают учителя. Мы каждого учителя, по каждому ребенку спросили о уровне его готовности к обучению в пятом классе. И родители. Мы посмотрели на каждого ребенка с трех сторон для того, чтобы комплексно, совместными усилиями работать с нашими детьми. Ну, про цену адаптации Ольга Васильевна говорила, про семью мы с вами тоже говорили, но посмотрите, посмотрите, еще раз перечислю. Условия для обучения дома, образовательные ресурсы дома. Много детей, да, много детей, к большому сожалению, подчас до 10-15 процентов имеют в вашем регионе, имеют некоторые проблемы с образовательными ресурсами, а это значит, не хватает компьютеров у них, образовательный ресурс. Это наличие книг, наличие поддержки со стороны родителей в обучении. Это выход в интернет, наличие компьютера и выход в интернет. Достаточно большие нагрузки детей. И это подчас мешает, иногда и стимулирует, но мешает. И все эти данные были у вас в профилях. Установки родителей по отношению к школьному обучению и, естественно, климат семьи. Состояние здоровья мы рассматриваем как условия для адаптации. На этих слайдах показано, что получилось. Для чего я повторяю это, я показывала и на предыдущем вебинаре. Для того, чтобы, уважаемые коллеги, вы поняли, какой материал у вас есть. Еще раз проанализировали его. Все материалы открыты для использования. Я понимаю, что сейчас середина уже года, но на будущий год и те проблемы, которые мы с вами обсуждаем, они станут серьезным достоянием или основанием для обсуждения и каких-то серьезных изменений на будущий год. Как работать с детьми в этом году, вы уже обсуждали. Но главное наметить те управленческие шаги, которые необходимы для следующего года, для работы со следующими детьми на будущий год. Про профили Ольга Васильевна вам сказала, она показывала профили, на которых все показатели, которые мы с вами, и Ольга Васильевна, и я представляли, они даны. Поэтому самое важное сейчас проанализировать эти профили и представить их и родителям, обсудить их на педсоветах. Что делают наши зарубежные коллеги, что делаем мы, вот работая с этими профилями, непосредственно в тех регионах, в которых эти профили стали как бы достоянием обязательным. Это и Москва, и Ямал, и Ненецкий Огруб, и Татарстан. Вот я просто беру три, там более десяти регионов используют эти подходы, Красноярский край. А главное посмотреть на ребенка с разных сторон, да, с разных в дискуссии, в обсуждении результатов. Обычно присутствуют все учителя. Для того, чтобы увидеть, по какому предмету у него есть позитивные сдвиги, по какому предмету есть проблемы, какие проблемы в семье. И намечают, намечают первое, определяя позитивы, как на этих позитивных результатах выстраивать работу. Очень интересные фильмы сейчас есть в интернете, демонстрирующие, как лучшие страны в мире, то есть страны, которые демонстрируют регулярно высокие результаты, работают с данными, полученными в рамках измерительных процедур. Именно так, как я сказала, как я вот продемонстрировала, эти данные, комплексные данные, обсуждаются группой учителей, которые работают в данном классе, с данным ребенком. Намечают, определяют позитивы и дальше выстраивают траекторию поддержки на основе позитивных достижений ученика. Возможно, в физическом воспитании, в спорте, или, возможно, в каких-то проявлениях мастерства, например, поделок, или рисования, или, ну, я не говорю о предметных областях, важно наметить эти подходы. Ну, а дальше, конечно, вот видите, столбик, я об этом Ольга Васильевна говорила, да, интегральной готовности, посмотреть, когда ребенок представлен вот в классе, а в классе, вот видите, разными цветами окрашена группа детей в классе с высоким уровнем, интегральной готовности, измеренной по всем показателям. А устойчивой, то есть высокой готовности, устойчивой готовности, да, готовности дальше, а неустойчивой и низкой готовности. И эта информация нужна учителю для того, чтобы понять, а какие дети у него в классе, и как работать со всем классом. И два последних столбика – это готовность глазами учителя и глазами на данного ребенка и глазами родителей. Даже вот если вы посмотрите, посмотрите на вот этот профиль, который я показываю, а профиль у нас очень много, более пяти тысяч, то вы видите, что по интегральной готовности этот ребенок показал самые высокие результаты. Ребенок с высокими показателями. А Ольга Васильевна вам говорила, что высокий уровень готовности – это дети, которые по всем шкалам, а я их вам продемонстрировала, набрали более 75% от максимального балла. Это очень высокий уровень. А устойчивая готовность – это зеленая зона в данном классе. Это дети, которые не имеют ни по одному показателю низких результатов. Они везде перешли вот эту границу достижений базовых 50%. Но в классе, обратите внимание, достаточно большой процент детей с неустойчивой готовностью – это те дети, которые по одному-двум показателям по нашим шкалам дали низкие результаты. И чаще всего это самооценка или мотивация. И сейчас вы увидите данные по вашему региону. Реже даже в предметных областях мы видим проблемы. Ну и вот в этом классе у нас практически 30% детей с низким уровнем готовности, которые требуют серьезной коррекционной поддержки. А это дети, которые по более чем по двум шкалам, о которых я вам говорила, продемонстрировали низкий результат. Ну давайте дальше посмотрим. Теперь, уважаемые, это другой профиль. А я хотела, да, на этом профиле ведь я что не сказала. Глазами учителя этот ребенок, несмотря на то, что в общем-то он в измерениях показал очень высокий результат, но тем не менее учитель считает, что он в средней готовности. А мы видим, что вот по этому профилю, что по всем показателям ребенок на высшем уровне возрастной нормы или даже выше по русскому языку, да, очень способный ребенок, демонстрирующий очень хороший результат. Но родители его относят к высокой уровне готовности, не видят некоторые проблемы, которые здесь проявляются. Но я не буду вот подробно на этом профиле. Есть другой профиль, да, здесь Ольга Васильевна, наверное, об этом говорила. Ну теперь, уважаемые коллеги, давайте посмотрим тот слайд, который я вам показывала. Это еще не ваш слайд, да, а это слайд Ямало-Ленецкого округа. Я показываю его с разрешением моих коллег. Мы с ними работаем уже более 10 лет. И надо сказать, что этот регион очень заинтересован в создании адекватной, эффективной системы оценки качества образования. И по всем показателям он дает единого экзамена, показатели ВПР или мониторинга, НИКО, экзамен девятого класса, показатели средний или выше среднего, немного выше среднего по России. И мы с вами видим, что высокий уровень готовности показало вот в Ямало-Ленецком округе в этом году, в этом учебном году 16% учащихся, 12% устойчивый, то есть там 75% и выше по каждой шкале, устойчивый 12%, неустойчивый, это те дети, которые явно, то есть проявили хорошие предметные результаты. Но по ряду показателей, которые никогда не были областью специального внимания ни родителей, ни учителей, это чаще всего и мотивация, и отношения, система вот личностных результатов, 45% детей находятся в этом неустойчивой. Хотя мы и психологи, и специалисты, и предметники, и методисты считаем, что вот все дети с высоким устойчивым и неустойчивым, они в принципе готовы к продолжению обучения. Но в среднем мы видим низкий уровень, показывает почти 30%, в данном случае 27%. И надо сказать, уважаемые коллеги, эти данные повторяются практически во всех регионах, имеющих средние результаты по стране. А даже те регионы, которые имеют более высокие результаты по всем показателям общероссийским. И я могу сказать и Республика Татарстан, с которой мы многократно уже повторяли этот эксперимент, именно с проблем в этом регионе. Мы начали нашу работу, когда мы обнаружили, я вам об этом говорила, что при переходе с 4-й в 5-й класс мы увидели падение по многим показателям, даже в предметных областях, в мотивации к самооценке до 60% детей, снизили свои результаты. И вот в этом благополучном регионе мы с вами можем говорить, я не показываю их слайд, что практически такое же количество детей, 25-27-30%, в разные годы имеют высокий и устойчивый уровень. И такое повторяется во всех регионах средней и выше среднего по стране. по неустойчивому уровню в данном регионе показывающим более высокие результаты по России показатель 43%, а в регионах среднем 45%, и 30% в регионе показывающем высокий. Вы скажете, а вот в Ямало-Немецком округе даже меньше. Да, потому что Ямало-Немецкий округ серьезно, начиная с первого класса, оказывает, проводит и мониторинг на региональном уровне, на уровне каждой школы, и мы с ними работаем с психологической поддержкой, у них очень активно работает психологическая служба, но тем не менее, вот такие результаты они имеют. Уважаемые коллеги, теперь я перехожу к вашим результатам. Я понимаю, что вот видя эти результаты, вы сразу уже обращаете внимание на резкое различие того, что показала я по регионам средним по России и регионам выше по России. И, конечно, первый вывод, который мы с вами делаем, что ваши результаты несколько отличаются от тех, которые я показала. Но в целом, в целом они подтверждают системную проблему системы российского образования. Проблему ничейной земли, как говорит и в своих статьях Галина Анатольевна Цукерман и наши психологи, перехода из начальной школы материнской, где детей поддерживают и в конце четвертого класса дети показывают высокие результаты, к совсем другую предметную жесткую школу, в которой меняются сильно и требования, меняется структура и очень много новых изменений. Давайте теперь более подробно остановимся на результатах. Вы видите, что только очень небольшое количество детей по нашим измерениям продемонстрировали очень высокий результат. Уважаемые коллеги, обратите внимание на этих детей. Ирина Михайловна, может быть, руководители региона, мы этого не делали, хотя для каждой школы мы показали и есть в формах, которые получили, показали детей с высоким результатом по каждому предмету. Мы обычно для регионов даем списки детей, мы можем это дополнительно дать, списки детей, продемонстрировавших высокие результаты, но хотя бы в трех предметных областях, с тем, чтобы дальше этих детей не потеряли, работая с этими детьми. Мы уже увидели, что я специально показала тот профиль ребенка, который демонстрирует. В общих рекомендациях. В общих рекомендациях. Понимаете, это одно дело рекомендации. Вот я сейчас говорю и даю эти рекомендации, но поименно назвать детей, а в наших базах это и есть, и мы вам базы эти передадим пофамильно всех детей, которые демонстрируют на очень сложном этапе, но уже продемонстрировали высокие результаты, учителям нужно знать этих детей. И, конечно, 7%, чуть больше 7% у нас детей, которые демонстрируют устойчивые результаты, то есть по всем шкалам, которых достаточно много, 50% и более, то есть у них средний и высокий результат, и нет ни по одной шкале низкого результата. Это вот та группа поддержки при организации индивидуальной работы детей, это группа поддержки в регионе, это группа поддержки детей в каждом классе, ну, конечно, в каждом классе их может быть больше. 32% детей требуют очень серьезного анализа выделения вот тех шкал, по которым эти дети продемонстрировали низкий уровень. Сейчас я вам покажу средний результат по Владивостоку, по каким шкалам, какой процент детей демонстрирует низкий результат. Ну, и безусловно, почти 60%, 58% детей требуют очень серьезное внимание, обсуждение для того, чтобы дальше организовать работу с ними. Коллеги, вот то, что говорила Ольга Васильевна, то, что я говорила уже вам. Давайте посмотрим на данные, да, как учителя оценили своих детей. К высокому уровню готовности к обучению в пятом классе наши учителя вот определили, что таких детей 27,4%. Вы видите какое расхождение. Но такое же мнение и у родителей 29,7%. То есть 30% учителей и родителей или детей, да, вот отношения детей считают, что они готовы на высоком уровне. О чем это говорит? О том, что они не видят скрытых рисков, скрытых проблем, которые вот уже сейчас наметились вот в этот сложный период адаптации. К среднему уровню готовности, да, то есть это наши дети с неустойчивой, можно сказать, да, готовностью. Учителя отнесли почти 60%, 57,8%, а родители еще больше, 66,5%. И с низкой готовностью, то есть обратите внимание, это тоже очень важный показатель, коллеги, учителя уже на этапе анализа детей, да, серьезно по шкалам, да, при ответе на вопросы и о взаимодействии детей со сверстниками, с учителями, о том, как они организуют свою учебную работу, уже отнеслись с низкой готовностью 15%. Уважаемые учителя, большое спасибо, потому что чаще и в других регионах бывает и меньше, да, вот, 15% уже сейчас учителя начали серьезную работу, понимая, что здесь у детей есть определенные проблемы, да, а из родителей только 4%, это то направление коллеги, то направление, над которым нужно работать в школе, родители, как правило, выше оценивают своих детей, да, и поэтому нужно будет очень серьезно отнестись к моментам представления результатов родителей, подготовки вот этого разговора, индивидуального разговора с каждым родителем, для того, чтобы найти у них поддержку в организации, в коррекции, в поддержке детей. Ну, уважаемые коллеги, а теперь перейдем непосредственно уже к шкалам, да, по которым требуется очень серьезная работа. Простите, пожалуйста, Володя, можно немножечко поднять мою вот уже мысльную эту картиночку, да, вот перед вами все шкалы, по которым оценивалась готовность наших пятиклассников к обучению в основной школе, да, и вы видите количество детей из пяти тысяч, из пяти тысяч, да, детей, которые по нашим измерительным инструментам стандартизированным, надежным, которые разрабатывали ведущие психологи, методисты страны, которые апробированы уже в течение пяти лет во многих регионах России, показали низкий результат. Позитивное принятие изменений практически 40%. Эти дети считают, Элга Васильевна вам об этом говорила, что им было более комфортно учиться в начальной школе. Самооценка. Почти половина, чуть ниже половины детей имеют заниженную самооценку. И наши психологи, и учителя, и методисты понимают, что это дети не только с завышенной тревожностью, самое главное, что это дети не активные, они боятся поднять руку, они боятся задать вопрос, а это уже говорит о том, что возможно серьезные, серьезные и дальнейшие проблемы с личностной сферой ребенка. и недаром Ольга Васильевна привела вам эту известную формулу успех и притязания, как работать с заниженной самооценкой, что делать, а самое главное, запомните, коллеги, вот тот же, тот же, вот этот подход психологов, адаптация, да, или дезадаптация, дезадаптация и взрыв, да, то есть, если ребенок имеет низкую адаптацию и учителя имеют низкую адаптацию, то мы с вами имеем взрыв и в итоге мы можем иметь керченскую проблему или любую другую проблему, когда эти негативные проявления у ребенка с разных сторон накапливаются и потом выплескиваются в виде негативных негативных взрывов. Но мы, коллеги, дайте я по поводу хотя бы трех вам еще раз скажу, я показывала в прошлый раз, но позитивное принятие изменений в регионах, которые имеют средние результаты на уровне 10, не выше 15 процентов, да, самооценка 30 процентов, стабильно во всех регионах 30 процентов детей при переходе и даже завершая Ольга Васильевна, вы помните 25 процентов даже по очень хорошим регионам имеют, и Ольга Васильевна вам говорила о особой заниженной самооценке в учебной сфере и о том, наверное, не знаю, говорили еще раз, я повторю, вы говорили про учебную сферу, но мы обратили внимание, проводя мониторинги такие динамики изменения с первого по четвертый класс, мы видели, что не меняется самооценка в области я про друзей, про здоровье, да, а ухудшается про успешность, я хороший ученик, у меня проблемы с дисциплиной, аккуратностью, то возможно и умно, да, насколько я умный среди всех детей на земле, ведь мы сравнивали, именно по показателям, на которые возможно, это наша гипотеза, мы не проверяли, влияют учителя, снижается с первого по четвертый класс, коллеги, дети перешли в пятый класс, здесь может быть серьезный срыв, и похоже, что он вот здесь проявился, про осознанность про осознанность в обучении, коллеги, ведь обратите внимание, про осознанность в регионах, о которых я вам говорила, 5-7% детей, это обычная, благоприятная ситуация, это, мотивация, не более 20% детей в регионах имеют, вот, тех, о которых я вам говорила, низкую мотивацию, коллеги, в вашем случае, это более 60-67% детей, эмоциональное отношение в регионах порядка 5-7% вы имеете вот этих самых тучек, ведь мы вам показали очень стабильный инструмент, который дети понимают, вы просто их спрашиваете, на каких уроках у вас, да, у вас тучки, да, ну, вы прекрасно знаете на русском языке, мы уже говорили, что самый сложный предмет и в начальной школе, и у учителя русского языка, Любовь Анатольевна Рябинина на предыдущем вебинаре останавливалась на проблемах изучения русского языка, обратите внимание на этот предмет, и по общей, общего отношению, да, по шкалам, связанным по вот их эмоциональному пониманию того, как они себя чувствуют на уроках, на переменках, дома, когда они выполняют домашние задания, да, а в семье, как их поддерживают, вот, видите, почти 16%, это пятая часть детей, имеет негативные, тревожные, тревожные ситуации, да, вот, освоение школьного пространства только 10%, это хороший результат, но он обычно в других регионах порядка трех, не более 5%, взаимодействие со сверстниками, коллеги, это нас тоже с Ольгой Васильевной сильно, сильно напрягло, более 30% по мнению родителей, да, по мнению учителей, имеют и по личному, да, когда вопрос взаимодействия, как он взаимодействует со сверстниками, продемонстрировали низкий уровень, его задирают, да, его могут, вот этот, тот самый проявление буллинга, да, вот, возможные, да, возможные драки, он участвует в драках или еще, треть детей имеет низкий уровень взаимодействия со сверстниками, поэтому, а со взрослыми тоже почти треть, вот, в регионах, о которых я вам говорила, не более 10%, у меня 7%, причем стабильно по регионам не меняется, то есть сфера дисциплинарной взаимодействия в школе является одной из проблемных для школ, о которых мы говорим, но дальше предметы, вот в плане предметов я вам могу сказать, ваши результаты особо не отличаются от тех регионов, о которых мы говорили, по математике, даже в республике Татарстан, да, который стабильно показывает более высокие результаты по России, 30% при переходе имеют низкий уровень, демонстрируя, практически 90% освоения стандарта в конце четвертого класса, да, при переходе к новым учителям, когда неорганизована вот эта поддержка, нет преемственности, демонстрируют падение, по читательской грамотности, коллеги, почти 40% в Татарстан, сейчас демонстрировал год тому назад, и Ямало-Немецкий округ практически такие данные нам показывает, у вас, ну, почти то же самое, что говорит о том, что есть проблемы в освоении стратегии по чтению, да, обеспечения преемственности, а чтение это механизм обучения, не имея хорошее, не сформировано хорошее понимание, да, понимание работы с текстом, да, дети, дальше, переходя к большим текстам, а сейчас вы прекрасно понимаете, уже в пятом классе такое количество, большое количество у нас текстов, предметов с большими текстами вызывают серьезные затруднения. Ну, вот, коллеги, теперь несколько слов о другом. Возможные факторы. Адаптация учащихся к особенностям предметного обучения. Об этом мы с вами говорили, о низком адаптационном потенциале. Но это те самые внутренние части факторы, да, факторы, которые надо поддерживать, да, Ольга Васильевна об этом говорила, и наши внешние факторы, связанные с адаптацией, адаптационной поддержкой в школе. Но, коллеги, а теперь то, что мы можем серьезно менять. Практически нет. По нашим данным обследования, нет преемственности как в содержании учебных предметов, так и в преподавании в начальной и основной школе. Ирина Михайловна, вы помните, как мы с вами работали в республике Татарстан с директорами школ. Перед нами проходили за несколько дней каждый день по 100 директоров, и мы в малых группах обсуждали эти проблемы. И тогда директора школ начали формировать целый пакет предложений. Давайте учителей начальной школы дальше организуем, чтобы они работали с детьми в пятом классе. Сколько было проблем, да, они нам говорили, да, они не знают предметов, как мы можем учителей начальной школы дальше привлечь в обучение детей. Некоторые директора говорили, а давайте учителей старшей школы переведем младшей. И здесь вопрос, да, они не знают возрастной психологии, и как они не умеют работать с младшими школьниками. Коллеги, надо обеспечивать преемственность, надо думать о повышении квалификации, о сотрудничестве, наметить конкретные пути, как обеспечить мягкий переход детей изначально в основную школу. Дальше. Разные требования учителей в основной школе, по всем предметам, но они все разные. Сколько предметов, сколько учителей, столько новых личностей, столько новых предметов. Администрации школы. Вы видели, во-первых, мы видели и профили образовательной организации, вы уже с ними познакомились, там по каждому классу есть результаты, результаты по всем предметам. Соберитесь с учителями, подумайте о том, как унифицировать, как сделать более однозначными, более адекватными по отношению к детей требования, требования к нашим школьникам. Про взаимодействие я уже сказала, одним из важнейших факторов наши физиологи считают вот эти возрастные физиологические особенности. Здесь все, извините, свалилось в кучу, извините за жанр такой, жанр словами. Именно в этом возрасте дети имеют серьезную перестройку и меняются их интересы, поэтому это все тоже накладывается серьезно на адаптации. Но и есть системный сбой в нашей российской системе, извините, мы это не можем изменить. Большинство стран мира не имеют такую короткую начальную школу четырехлетней. Большинство стран мира, я знаю, что где-то пять-семь стран, среди них скандинавские, имеют начало обучения с семи лет, а мы имеем очень короткую начальную школу, за на которую дети не успевают с одним учителем адаптироваться. Скандинавские школы, даже Норвегия, они ведут детей с одними и теми же учителями и постепенно внедряют предметников до девятого класса, обеспечивая таким образом преемственность и поддержку. Они вводят предметников на уроках, но одновременно с детьми работают в классе несколько учителей, особенно сейчас европейские страны, которые имеют большой поток иммигрантов, они имеют специалиста, который помогает детям работать как тьютер специально с проблемами языковыми, с проблемами обучения, психологическими проблемами. Вот. И, конечно, это вот еще здесь вот про эти факторы нет, сотрудничество с семьей Ольга Васильевна должно быть на каждом уже этапе обучения. Уважаемые коллеги, ну вот здесь внешняя причина, о которой говорила Ольга Васильевна, и внутренние причины я специально включила в наш, в мою презентацию. Коллеги, мы завершаем очень, наверное, первый этап, да, серьезной работы. Впереди следующий этап нашей совместной работы. это обсуждение в школах, а когда я сказала нашей совместной работы, мы ждем от вас обратной связи, мы ждем от вас дополнительных вопросов, дополнительных рекомендаций. Ольга Васильевна, и мы готовы, все специалисты, которые перед вами выступали, готовы продолжать работу на различных уровнях, непосредственно и с учителем, если вы по вот электронной почте, которая здесь у меня указана, эти вопросы формулируете на уровне продолжения вебинаров, на уровне организации каких-то семинаров, как очных, так и заочных, курсов повышения квалификации. И я приглашаю вас и регион в целом, и Владивосток поучаствовать в той работе, которая поручена сейчас Минпросом, нашему институту по мониторингу формирования функциональной грамотности, способности использовать все знания, которые приобретаются в школе во внеучебных ситуациях, мы начинаем серьезную работу и ваш регион может также вот войти или отдельно, например, школа Владивостока, войти в нашу систему апробации или формирования новых результатов, стандартов 21 века, которые мы сейчас вместе разрабатываем. А мы работаем по шести направлениям. Я уже говорил еще раз перечислим. Математическая грамотность, естественно, научная грамотность, читательская грамотность и начинаем с пятых седьмых классов. Финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. Уважаемые коллеги, впереди Новый год. Мы понимаем, что с нашими проблемами, с вашими проблемами, с тем, что мы увидели, мы должны серьезно с ними работать, но это не основание для того, чтобы все это бросать и негативно относиться к нашей жизни. Мы с вами знаем, что качество образования зависит от учителей, которые входят в учебу и зависят от того, с какими материалами учитель приходит в класс, с какими задачками, с каким настроением, насколько он готов поддерживать детей, поддерживать семью и вкладывать в наше общее дело. Я желаю вам творческих успехов, я желаю вам плодотворного, эффективного Нового года и главное счастья в личной жизни, потому что счастливый учитель, пришедший с улыбкой класс, готовый поделиться своими радостями с детьми и своими коллегами, это залог нашего общего успеха. Мы постараемся помочь в преодолении всех тех проблем, о которых говорили и в преумножении тех замечательных позитивных результатов, которые у вас есть, если мы правильно начнем с ними работать. Всего вам самого доброго. я передаю обучение Олге Васильевне и Елене Михайловне. Мы тоже скажем вам добрые слова, мы тоже очень рады всех видеть, до свидания, надеюсь, что у нас будет возможность с вами еще такой методической проработки тех проблем, которые мы имеем. Учители нуждаются сейчас в реальных таких инструментах, совершенствовании своих в общем-то контактов с детьми не только как предметник, но и как человек, который может взаимодействовать и с группой, и индивидуально с ребенком, решая в конкретных ситуациях очень сложные проблемы личностного развития. А вы сказали, что рекомендации по каждому? Да, да, рекомендации вы получите, и я думаю, что у вас будет еще возможность все это рассмотреть более внимательно, и из этого родятся интересные вопросы, которые мы сможем в общем-то использовать тоже для дальнейшего развития нашего проекта. Счастливого Нового года, спасибо за внимание, спасибо за участие. Так, теперь Елена Михайловна, самый главный человек в нашем проекте. Дорогие коллеги, во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в нашем вебинаре. У нас было 82 подключения, еще остался 41 желающий, которые по какой-то причине не подключились. Это, конечно, очень широкая аудитория. Я должна сказать, что некоторые из вас хотели подключиться в 9 часов утра по Владивостокскому времени. Мне приходили в 2 часа ночи сообщения с вопросом, почему не подключились. Да, я до утра думала, в чем дело, неужели какой-то технический сбой, а уже утром меня осенило, что сама виновата. В письме, которое мы вам отправили, было написано с 9 до 11, и в скобочках мы забыли написать по московскому времени. Но мы встретились, это замечательно. Разговор получился, с моей точки зрения, очень серьезный, очень профессиональный. Я вот слушала, сидела и думала, вот сейчас бы и начать нам нашу работу по повышению квалификации руководителей и школ, и заместителей директоров школ. У нас получилось, к сожалению, телега впереди лошади. Но я убеждена в том, что вы все это осмыслите, обсудите. Мы посоветуемся и с Институтом развития образования, и с руководством системы образования города Владивостока. Какое будет продолжение? Конечно, нужно обязательно уже на основе конкретных совершенно данных решать проблемы профессионального развития руководителей и педагогов. Я очень рада, что мы пообещали, мы сделали большое дело, вы нас поддержали. Я абсолютно убеждена в том, что вот как сейчас все начинается по-другому и в крае, и в городе, и Владивосток станет столицей Дальнего Востока. И я думаю, что вот это общее отношение, вера в себя, вера в будущее, вера в свой город, в свой край, отразится с нашей помощью и на результатах образовательных. Я от всей души нам желаю этих будущих успехов и очень верю в вас. Спасибо. Ба!